Всем привет, это канал LoudSound и долгожданная история LoudSound, как просили и разобью ее на несколько частей, скорее всего, эта часть будет про магазин. Была уже часть, можно считать, первая про мой Ford. Ford 10 лет автозвука, это видео, кажется, называется. Посмотрите, там очень много историй LoudSound. В этом выпуске расскажу вам, как появилась идея открыть магазин, как открывали его, с какими сложностями столкнули. Ну и, собственно, вспомним, что происходило в этом магазине. Для очень многих людей, я уверен, будет ламповый такой обзор, ностальгический. Ну и, конечно, это история успеха. Многие так говорят, что это история успеха. Я пока не считаю это успехом. Я считаю, что это такая начальная стадия пока. Бизнес намного более крупный, я задумывал всегда. И сейчас такая хорошая отправная точка. Я бы даже сказал, 7 лет, которые прошли, достижения за эти 7 лет не такие уж большие. Я их так расцениваю, хотя многие вот по машине судят, да, пишут, там, машину купил. Вот для некоторых это вот показатель какой-то успешности. Ну, на самом деле, это не так. Для меня показатель успешности будет не даже, когда мы 100 магазинов откроем в России, а когда мы будем открывать определенное количество магазинов в определенный период времени. Как этот магазин открылся? Это произошло примерно лет 7 назад. Я вот там ехал, покажи. Вон, где газелька сейчас стоит. Я проезжал там на Форде и уже искал место под магазин. Увидел вот это помещение. Оно было совершенно не облагорожено, еще под отделку было. Только арендодатели закончили. Само здание. Здание было одно, вот этой пристройки еще не было. Остановился, спросите. Действительно, люди даже еще не сдавали это помещение, только планировали. Ну, я вот сразу в него как-то ворвался. Оставалось человека найти, кому можно доверить консультацию людей, продажу. На тот момент я уже с Артемом познакомился. А вот как познакомился, наверное, и расскажет лучше всего, почему, собственно, вообще этот бизнес появился. Изначально, ну, как человек, выросший в СССР, для меня вот, ну, мне претело вот это барыжничество, продажи, навариться, спекуляция. Все, что угодно люди придумывали, чтобы не заниматься бизнесом. Вот, хотя в этом ничего плохого нету, это я точно уже знаю. Но тогда вот совесть как бы не позволяла брать деньги. Но ко мне часто обращались люди, уже тогда имел хороший опыт, то есть, что поставить, с чем скомпоновать, где взять эти компоненты, как их установить, где установить, как настроить. В этом всем я помогал людям. Ну, и потом, когда перебор был уже по людям, и цены сами начали у тех, кто мне продавал музыку снижаться, ну, люди говорят, ты берешь много, ну, вот тебе скидка. Ну, как бы деньги, можно сказать, это хобби, оно начало монетизироваться само. Не было у меня вот этой коммерческой жилки. Но бизнес, я всегда понимал, что такое, понимал всегда, что такое продажи, что такое интернет и автозвук. Ну, в итоге вот и начал продавать автозвук с использованием интернетом. Газон. Газон вы***л мозг всем. Об него били картеры, об него били короба, бампера. То есть, был высокий бордюр, на нем трава. За траву нас з***ли так вот в комментариях, что, типа, вы ставите на траву машины, вы моральные уроды. Или как этих людей называют. Ну, короче, вот эти вот стопхамовцы вытрахали весь мозг, мы засыпали эту траву гравием. По-ростовски чисто решили проблему. Не можешь не ставить машины на газон, бери газон. Потом, в итоге, мы и это убрали, получилась вот такая парковка. И у нас, кстати, есть правило. У нас все машины, вот покажи, вот там ставятся сотрудников. Здесь место только для посетителей, для покупателей магазина. Ну, или для хороших друзей. Или для не очень хороших, но друзей. Стало просторнее, теперь есть куда поставить машины, стало уютнее. Фасад сделали, но обо всем по порядку. Давайте зайдем внутрь, правда, очень холодно, Виталик. Посмотри, почему обзоры не снимаем сейчас часто. Видишь, он говорит и мешает нам обзоры снимать. Раньше было, вот мы с Тёмой сидим, весь день и молимся. Вот пришел бы хоть один клиент. И тогда я Тёме зарплату смогу заплатить. И заплатить за аренду. Ну, были месяцы реально очень часто нулевые. Да и сейчас бывает в ноль, так-то я вам скажу. Январь, февраль тяжелые бывают месяцы. Очень жестко. Январь, февраль, да, Тёма такой вспомнил про июль. Да, июнь. Магазин, многие знают, выглядел не сразу так. Он несколько раз видоизменялся. Самый первый его дизайн нарисовал я в айфоне, скачал просто какое-то бесплатное приложение. Типа 3D дизайн, хоум дизайн, делать красиво, по-быстрому. И сделал там дизайн магазина, я тоже эту фотку прикреплю. И точно так же это все сделали. Я витрины, поехал, купил по 4 или по 5 тысяч рублей на заправке у какого-то мужика, который продавал на них какие-то ароматизаторы на заправке, дворники, что-то такое ненужные. Вот привез бы уж эти витрины, 20 или 25 тысяч, в общем, за них отдал. Стенд нам Альфард, по-моему, продал по дешевке. Это Альфардовский какой-то, один из первых стендов. Стол мы купили какой-то самый дешевый. Какой-то стул поставили Артему. И Артем тут сидел, но не всегда он был студентом, поэтому сидел там и я. Учет мы ввели в тетрадки. И приложение у меня было тоже на iPhone какое-то бесплатное. Учет, учесть быстро финансы, что-то такое. Просто если интересно, я тогда может... Вот что мне удалось найти. Вот где она Ok Google услышала? Жена дизайн нарисовала. Но дизайн выглядел как? Типа стены там коричневые, там серые. Вот цветовую гамму подобрали, в нейтральную более-менее. И она на данный момент даже до сих пор лучше, чем очень многие вот эти ремонты под сдачу. В Питере эти персиковые стены вы видели? Вот Питер Лаудсаунд, извините, Рома, прости меня, пожалуйста. Ну, я понимаю, что мы сейчас тоже ищем помещение там под новые магазины. И там везде эти Армстронги потолки, везде эти стены там или розовым, или оранжевым покрашены. Ну, то есть стыд. У нас тогда стильненько уже было, коричневое все, с серым. Витрины серые, ну, и такая стенд серый, такая серая тематика уже тогда была выдержана. Сейчас мы ее чуть-чуть потеряли, но она все-таки осталась. Добавили чуть дерева, чуть черное. Вот это должно было быть синим, сразу забегая вперед. Я очень буду хвалить сегодня наших дизайнеров. Таня и Вика, привет вам! Я знаю, вы смотрите этот обзор. Очень, очень хороший дизайн они сделали в магазинах. И все было супер. Я, конечно, был недовольным клиентом из-за пары мелочей буквально для них. Они до сих пор, наверное, каким-то тираном считают. Но я докопался всего до двух вещей. Вот эта вот стена за Андреем и вот этот стол. Это все должно было быть синее. Почему они решили добавить синего? Ну, это вот женский взгляд, дизайнерские обязательно надо сказать на вещи. Но я пришел, и единственное, что мне понравилось, убрать вот это синее здесь, синее здесь, синее здесь. И здесь какие-то лампочки странные висели. Модные. Вот. Убрать их совсем как-то не получалось, поэтому мы пошли по сложному пути. Мы повесили настоящие радиолампы 1986 года выпуска СССР. Это настоящая лампа от лампового усилителя. До сих пор им можно регулировать яркость. Лампа, я думаю, добавляет ламповые атмосферы в магазин. Так вот, Таня и Вика, спасибо вам огромное. Это супер дизайн. Супер потолок. Все вообще супер. Артему спасибо, который эту мебель делал. Все отработали шикарно. Но вот эта вот синяя здесь не клеилась. Вы согласны же, пацаны? А эти лампочки до сих пор, да, вас бесят? Вот еще вот до этого я докопался, но мы их оставили. То есть, вот когда вот так стоял покупатель, ему прямо вот в лицо, прямо сюда вот эта лампочка светила. Ну и продавцу, соответственно, тоже. Ну и плюс они были нереально яркие. Поэтому, пацаны, у нас изобретательные. Они подложили вот две. Лампочки тоже модные, но вот я слишком не модный. Я вам сказал, я слишком не модный для такого дизайна. А это кто? И кто это прислал? А это бодибаса прислал? Вообще похоже на намек, что ребята, мы про вас все знаем. Вы употребляете ЛСД. Посмотри, это что, на крысу похоже? С огромным усилием Артем доучился. Ну что, ну и совмещать было очень тяжело. Мне было еще сложнее, потому что с преподавателями в институте договориться сложно, но возможно. А у меня была работа, и вот этот бизнес приходилось совмещать с работой. И даже вот были такие случаи, мне сейчас стыдно в этом признаваться, потому что, ну я-то, получается, меня боссы не спрашивали. Вот компания, в которой я работал, она тем славилась, свобода через ответственность. Тебя особо не спрашивали где-то, но результаты спрашивали очень сильно. И часто, даже в рабочее время, я сидел на кассе здесь и торговал, потому что Артему надо было срочно свалить в институт. Магазин закрывать не вариант, потому что, ну, он тогда отрабатывал действительно вот какой-то там мини-плюс или ноль. То есть хватало реально, чтобы оплачивать, ну, на развитие, так скажем, этого хватало. Учитывая, что потом начались вложения там в ту же тренажку, в поездки на соревнования, то, ну, первые годы магазин приносил, ну, или смешные деньги, или ноль, или даже минус. Но я мог себе это позволить, потому что пока работал в компании Mars, ну, какая-то часть зарплаты уходила, перекрывала здесь. Так, у нас выгоняют из магазина. Сейчас, наверное, прокатимся с вами на автомобиле, а вернемся сюда завтра, когда будет снова рабочий день. Потому что сегодня мы, ребят, задержали здесь ни много ни мало на один час. Давайте прокатимся по Ростову, и я вам расскажу о вот той части, которая осталась за кадром. Это работа в компании Mars. Проработал там я 7 лет, и очень много дала мне эта работа, включая, собственно, вот на выходе уже из этой работы бизнес. То есть уже поднявшись немножко по карьерной лестнице, я понял, что мои амбиции, они гораздо выше. Смотрел фильмы, вот очень меня вдохновил фильм. В общем, назывался он «Социальная сеть» про Цукерберга, как он создал Facebook, просто имея, по сути, компьютер. Да, там же у него, ну, папа богатый был, родители богатые, но по факту эти люди просто написали программу. И я вот уже тогда понял, что имея просто компьютер и желание, уже можно перевернуть мир. Как переворачивать мир, когда тебе надо на работу просыпаться каждый день в 7 утра, я не помню уже, или в 6.30 я просыпался. Этот ад длился долго. Я с 2002 года попал в продажи, работал на «Газели», возил сигареты, попал в «Филипп Моррис», потом в «Джонсон и Джонсон», потом попал в «Марс» в 2006-2007 году. И до 2014 года, по-моему, там я работал. То есть в 2013-м «Лаудсаунд» уже по факту открылся в мае магазин, ну, продажи были немножко задолго до этого. Сама идея «Лаудсаунд» и даже уже бренд, наверное, вот о самом бренде это будет отдельный выпуск, как «Лаудсаунд» появился, как он трансформировался, во что, из чего, расскажу отдельно сегодня у нас именно про магазин. В 2013-м открылся магазин, в 2014-м я уже уволился из компании, вот это, наверное, был самый тяжелый год в моей жизни, я совмещал работу и бизнес. Спал я, ну, когда как, по 3-4 часа в день. Для понимания, какая работа была у меня в «Марсе» и как я совмещал с бизнесом, я в галстуке, в костюме выступал, читал презентации на английском языке в Дубай, в Сколково, перед директорами бизнесов, перед очень серьезными людьми. Встречался лично с Фрэнком Марсом, владельцем компании «Марс». Он пожимал мне руку и благодарил за хорошую работу. На фоне этого я приезжал домой, таскал коробки на 7-й этаж, позже на 17-й. Складывал их дома, таскал их потом в машину, делал заказы, сам это все отправлял, встречался с пацаном, настраивал музыку, помогал устанавливать музыку. Установщиком я никогда не был, но там встретиться у установщика, ну или по-быстрому где-нибудь, кому-нибудь перекинуть межблоки или подкрутить усил, это я всегда делал. Вот то есть, ну, я не брезговал такой работой, мне это нравилось. И, наверное, вот это самое главное, что бизнес помогло создать. Я понимаю, что это не получится сделать за деньги. У тебя не будет понимания, что ты сейчас заработаешь деньги, что ты сейчас откроешь бизнес. Что за дебил? Как он так подлез? Это вот тачка чисто, видел, предупредила. Это Джобс еще говорил, единственный способ проделать большую работу, это полюбить ее. Не получится у вас плясать в галстуках перед какими-то крутыми шишками, летать по заграницам и потом ковыряться в усилителях, в приорах. Это чисто было по кайфу. Поэтому у тебя завален горизонт, по-моему, нет? Аппаратуры тогда было немного. Магазин, когда открывали, я вот как сейчас помню, было или 200, или 300 тысяч, вот эта цифра мне запомнилась. Собственно, можно это называть стартовым капиталом. Откуда он взялся? Из зарплат. Зарплата у меня была тогда 17 тысяч в неделю, плюс бонусы годовые. Если все это разделить на 12 месяцев, ну, то, что я получил по году. Просто вот в иностранных компаниях очень хитро платятся бонусы. И когда там спрашиваешь человека, ты сколько зарабатываешь? Он тебе говорит 60. Ну, и вроде кажется, что это не какие-то космические деньги. При этом ему предоставляется соцпакет, Ford Focus, ноутбук, там, оборудование, поездки за границу. То есть очень много допов, и при этом еще платят годовые бонусы. Вот в среднем по году, если разделить на 12, в марсе на момент увольнения я получал 85-90 тысяч в месяц примерно. И как бы это неплохая цифра, но на нее надо было снять квартиру, это 15 тысяч, покушать, погулять, то, сё. Ну, и вот как-то получалось еще, ну, очень плохо, но получалось покупать немножечко музычку. Я, как и любой русский человек, имею свойство проебать деньги, поэтому были такие закупки музычки, которая потом продавалась, и эти деньги проебывались. Спасала зарплата. Если бы это, наверное, были реальные оборотные средства, с моими тогда бизнес, не то, что бизнес познаниями, познания-то в бизнесе есть. Но правильно обращаться с деньгами ты сразу не можешь научиться. Когда к тебе руки попадают 500 тысяч рублей, если у тебя зарплата 90 тысяч, ты воспринимаешь их как зарплату, как 5 своих, как 7 своих зарплат. Очень сложно абстрагироваться от того, что это деньги, что их можно потратить и воспринимать их как инструмент. Вот это, наверное, тоже одна из самых больших сложностей, одна из самых частых вещей, почему бизнесы схлопываются. Это произошло, кстати, с Loud Sound Казань. Насколько я могу это видеть, потому что ребята очень оказались закрыты, у них были проблемы. Какого рода проблемы, я не знаю, но я прекрасно видел, что деньги утекают из оборота куда-то. Товар на них не закупается. Собственно, вот так ребята остались без склада, магазин пришлось закрыть. Вот так у нас Loud Sound франшизный магазин в Казани закрылся. Более-менее как-то худо-бедно, вот на эти 200-300 тысяч объема я вышел, открыл магазинчик. Здесь нужно упомянуть, добрым словом вспомнить Дениса Травкина, компанию Альфард. Мы тогда уже начали плодотворно сотрудничать. И товар он предоставлял мне в кредит многие. Одна из таких сейчас все скажут, Альфард пиаришь. У нас действительно было много Альфарда. И я вот часто говорю, что не было альтернатив тогда на рынке. Драгстер, Каденс разве что. Но Альфард первым повез вот такое качественное железо. И даже если бы таких взаимоотношений не было, если бы они не находились в Ростове, если бы не, кроме партнерских, еще и дружеские отношения, такие достаточно хорошие, не появились. Даже если бы этого всего не было, мы бы в любом случае тогда топили Альфард, потому что не было альтернатив. Только-только начинали появляться какие-то другие бренды. Прайд появлялся с большим количеством брака, с большим количеством плохо упакованного товара. Об этом мы говорили честно и тоже у нас были из-за этого сложности. У нас это договорю, потому что я старался действовать от лица компании всегда. Cloud Sound считает так, Cloud Sound считает так. Конечно же, но мнение было мое, поддерживал его всегда Артем. Магазин стал развиваться, стал из-за YouTube канала, в частности культовым местом. Туда часто заезжают люди из других городов, когда едут отдыхать в Сочи, например. Ну то есть проездом даже через Ростов люди заедут, купят там брелочек, басика или просто сфотографируются. Но он действительно стал не просто каким-то бизнесом, а еще и культовым местом. Я не побоюсь этого слова, наверное, самое популярное автозвуковое место в России. Кто угодно, кто занимается автозвуком, если вы его спросите, где находится магазин автозвука, там самый популярный, вам скажут в Ростове, Лаут Саунд. Айфон стоит отметить в этом видео. Многие уже видят мою нелюбовь к айфону, сейчасшнему. Тогда я топил за айфон, и вот ни у кого их еще не было, когда у меня был, и я вот всех друзей на него пересаживал. И говорил потом очень часто фразу, что если бы тогда не было айфона, я бы, наверное, не создал этот бизнес. Потому что айфон тогда позволял одной рукой, он действительно был удобный, вот в таком положении решать вопросы. То есть консультировать людей, скидывать им данные об отправке, узнавать какую-то информацию, получать прайс-листы, скидывать прайс-листы. Это все можно было делать одним пальцем, держать телефон вот так. Ну и ВКонтакт тогда очень сильно развился. Это была сеть, я тебе недавно это рассказывал, это сеть для малолеток тогда тупых считалась. И там все взрослаки сидели в одноклассниках почему-то. Я запилился ВКонтакт, не помню даже уже как, но именно чтобы двигать автозвуковую тему. Ford Focus служебный еще был, про него есть отдельное, про них есть отдельное видео. Всего я считал, у меня было 7, по-моему, Focus за всю историю моей работы в иностранных корпорациях. Вот так вот именно, проклят я был именно этим автомобилем. Ну я в кавычках говорю, потому что автомобиль действительно кайфовый, очень много теплых воспоминаний и не очень у меня с ним связано. За 3 года она была отремонтирована по дилерским ценам, конечно, это можно дешевле сделать. Она была отремонтирована на полмиллиона рублей. Из них 200 тысяч это замена двигателя была. Двигатель я утопил. Достаточно сильный поток был в Ростове тогда, и я в такую лужу нырнул, машина хампанула воды, гидроудар. К магазину давайте вернемся. Было много перестановок, покупалась какая-то новая мебель, у нас диван был. Это одна из вещей, которая сразу, нам нужен диван. Почему-то вот мне он вперся и все. Ну и в итоге диван это что? Это диван, у вас все на этом диване залипают. Вот про диван я не знаю, отдельно стоит говорить нет. Потом он сильно поистрепался, мы поставили новый диван, но потом количество товара, тогда уже это был тревожный звоночек. Оно заставило просто диван убрать из магазина, товар некуда было ставить, склада было мало. Мы забрали соседнее помещение, в котором были аккумуляторы. Позже у нас склад появился за магазином, там есть еще здание. Позже мы открыли ателье. Оно задумывалось как ателье для ОЕМ инсталляции, без полиэфирок, фанерок, резки, пилки, вот именно такие чистовые работают. Товар забрал у нас и это помещение. Сейчас мы уже соседей уговорили поменять место дислокации. Соседи съезжают, у нас всего одно помещение в этом здании было не наше. Пиздец, мы едем, вроде тут ровная должна быть дорога, это же Красноармейская, Текучево, Шолоково. Тут Путин ездил же. Посмотри, пиздец такой. Слышишь, щелкает? Это люк, новый. Старый поменяли, новый щелкает. Открыл. Закрыл, не щелкает, чуть-чуть. Потом опять щелкает. Сейчас кочки проедем и все будет. Виталик говорит, я резко перескочил. То Артем торговал и ты, тут уже все, помещение, склады. Что было между? Между была Тринаха, между был Ютуб и много-много-много работы. Вот очень много работы. Поездки на соревнования, какое-то огромное, неадекватное количество денег потраченных. Я их тратил, ну, я понимаю, так мало кто может потратить. И у очень многих людей из-за этого проблемы с бизнесом. Когда тебе просто надо по ощущениям деньги потратить. Именно в этом проблема крупных там компаний, когда уже менеджеры занимаются какими-то вещами. У них нет такого права. Взять и поставить на кон весь, всю прибыль месячную. Чтобы купить там пару сабвуферов, сжечь их, узнать, что будет. Потом опять же демокар потащил сумасшедшие бабки. Это тоже, да, отдельное. Представляете, можно сколько частей снять? Демокары. Это отдельная история. Как собирался Хаммер, тренашка. Даже про семерку есть очень много чего рассказать. Вот это, собственно, то, что и было между тем, как я сидел на кассе вместе с Артемом. И мы молились, чтобы зашли клиенты. И когда склад начал вымещать нас, это была работа на имя, на бренд, на популярность. То есть YouTube-канал, наша работа в самих продажах дала нам очень хорошую популярность. Люди нас рекомендовали другим людям. Новые люди, которые приходили на YouTube, видели, что... Видели нас, видели наш магазин, не стеснялись заказывать, не боялись, читали отзывы. Но самое главное, что я могу выделить из работы над репутацией, это, собственно, сами продажи. Это то, что вам дает самый большой, самый колоссальный имидж. Вы можете там сколько угодно видео выпустить и быть на них самым лучшим красавчиком. Но сделаете 10 продаж плохих, у клиента что-то сгорит, и вы ему там не вернете, заказлите его. Будут спорные моменты, которые вы будете решать в свою пользу, а не в пользу покупателя. И эти 10 человек, каждый, 10 другим, 20 другим скажет, что там говно, там не покупайте. С этими людьми не связывайтесь. И можете снимать что угодно, давать любую рекламу везде. Все узнают, кто вы и что вы. Как это произошло совсем недавно с небезызвестным Эриком Давидовичем. Потому что, ну, очень многие люди давно видели, ну, они видят, что, ну, это чепушило. Ну, вот он просто притворяется, он пуху нагоняет, он блатует, на понт берет. Ну, сам он никто, звать его никак, трусливый. Ну, вот в любом случае рано или поздно появится какой-нибудь вот такой вот швед, который пояснит всем, что кто есть кто. В случае с продажами вы абсолютно открыты перед людьми, с которыми работаете. Комментарии все ваши открыты, поэтому права на ошибку нет. В общем, формула примерно такая. Каждый довольный покупатель приводит вам еще три довольных покупателя. Еще три покупателя, будут ли они довольными или нет, так же зависит от дальнейшей работы. А каждый недовольный рассказывает об этом 20 людям. Потому что, ну, люди очень любят делиться негативным опытом, я не знаю почему. Они обычно не пишут. Вы знаете, я недавно вот заказал в таком интернет-магазине, там так классно, быстро пришел товар, меня проконсультировали. И потом возникла спортная ситуация, решили, мы... Нет, люди любят там зайти, друзья, пожалуйста, представляешь, там пи***сты. Ты представляешь, я у них заказал, а они, ну, мрази. Ну, вот желание поделиться негативом у людей, как правило, кратно выше, чем поделиться позитивом. Я постоянно это повторяю. Наш босс, наш бог, наш кто угодно, наш главный, это покупатель. И только так можно развивать бизнес, в котором можно быть уверенным за свою репутацию. И даже вот в этой атмосфере происходят косяки, в любом случае они происходят. Поэтому многие, кто сейчас смотрит это видео, у кого был негативный момент с нами, и мы его решили, напишите, пожалуйста, я вам буду очень благодарен за это. А также те, у кого были негативные моменты, и их по какой-то причине не решили, также можете написать, разберемся. То есть я настолько заморочился в этом моменте. Как это все проконтролировать, когда у тебя бизнес уже развивается? Я пошел на отчаянный шаг. И сейчас иду на еще более отчаянный, говоря вам это. В каждом заказе есть мой личный номер телефона. Если вас козлит менеджер, если вы не согласны с менеджером, если вы не берут трубку, долго не отвечают, вы не знаете трек-номер, мне можно написать смс или ватсап. На телефон я не отвечаю вот по этой вот ужасающей причине, вы поняли уже почему. На незнакомые номера. Вот. Можно написать смс или ватсап с номером заказа, и этот вопрос у нас ставится приоритетнее любых других. Вопрос от клиента мне на телефон начинают решать сразу все и быстро. Что-нибудь интересное? Я Виталику говорю, Виталик, спрашивай. Спрашивай! Спрашивай! Вы бы сейчас много спросили. Вот Виталик, который меня сейчас снимает, его ругайте, если какой-то вопрос ваш не прозвучал. Потому что мне проще, естественно, не в виде интервью, а в виде как рассказывать. Я рассказываю кому-то, сложно рассказывать это объективу. Какие интересные случаи были в магазине. И тут у меня что-то в голове, как вся жизнь перед глазами пронеслась. Этих случаев было миллион. Там, не знаю, когда ментов вызывали, сколько раз, я не знаю, это считать надо. Просто из-за громкой музыки соседи вызывали ментов. Потом они собирали подписи закрыть наш магазин. Приводили участкового несколько раз. Там столько было вот именно проблем с соседями, потому что покупатели наши не самые тихие люди. Они подъезжают к магазину с музыкой. Ну и даже не в этом было дело. Это как бы напрягает, наверное, соседей. А вот взрывались они, вызывали полицию, когда мы пристреливали тренажку или хаммер. Вот во время этих пристрелок один раз прибежала бабушка, сказала, у нее посуда попадала. Я думаю, она лукавит. К интересным историям что отнести? Интересная история, как любой ремонт делали в этом магазине. Самая интересная история, это как делали ателье. Там настолько неадекватный тип. Я про него обзор хотел снимать. У меня даже видеоматериал есть. Я его снимал и скрытой камерой, и не скрытой. Это такой был уникальный, такой сказочный. Это просто жесть была. Но это как бы отдельно. Офис когда сделали, делали наши друзья из соседних республик. Ну они по-русски не очень хорошо говорят, но руками делают все очень хорошо. По крайней мере до того, как начинать работу, они всех в этом уверяют. Вот вы представляете, как оценивать ремонт? Ну там, по каким критериям? Там ровно ли плитка лежит, плитус аликси по размеру, уровни ли везде. Вот мы не нашли в этом ремонте ни одной вещи, сделанной нормально. Вот такой офис. У нас сейчас там работают сотрудники. У них до сих пор иногда на голову вода течет с потолка. И по-моему, так и не устранили это. Это может произойти, а может и нет. Там ни одна дверь для понимания не закрывалась после этого ремонта. Вот такой вот у нас офис сделали, но более-менее уютный. Более-менее его облагородили. Я там сделал кабинет. Ну и оттуда меня уже бизнес вытеснил. Вернее, даже не так. Я там скорее был не очень нужен, потому что я спокойно могу этим всем управлять. И из дома, и из машины, или вообще не управлять. Я всегда постарался автоматизировать все так, что... Это Мавроди, по-моему, еще говорил, или кто-то другой, не помню, если честно. Что если присутствие руководителя требуется в офисе, значит, его бизнес построен в корне неверно. Вот такой вот странный совет, но это действительно так. В Марсе поговорка была тоже. Хороший менеджер, ленивый менеджер. То есть хороший менеджер должен управлять таким образом, чтобы все автоматизировать. Вот. И как бы офис пустовал, меня там почти не было. Кто-то туда заселился вначале ты, да, Виталик, заселился. По-моему, ты первый был. Отдал офис под студию. Там снимались распаковка, лаут саунд. Сейчас подзабросили мы это дело. Никто не может это делать так хорошо, как ты, Виталик, честно. Возвращайся. Я шучу, я просто не искал еще пока никого. Кстати, вакансия открыта на распаковке. Прикольные истории, Виталик говорит, прикольные истории. Хочу прикольные истории. Я сижу и думаю, почему я не могу их вспомнить. Вернее, не то, что не могу, я не могу выделить их. Миллион было. И тут я понимаю, прикольные истории, это весь наш канал. Больше тысячи видео я снял и отмонтировал, и выложил. С учетом второго канала, там, не знаю, перевалит за тысячу точно. Вот на скольки из них был магазин, вот в стольки видео были какие-нибудь приколы. Или я мачетами там что-нибудь рублю. Или какие-нибудь коты, или какие-нибудь пьяницы. Или что-то сгорает, там, постоянно что-то сгорало. Ты согласен, Виталик? Вот постоянно что-то сгорало у нас в магазине. Вот для вас, в первую очередь, магазин, это вот это огромное количество видео. Для меня это какое-то неадекватное количество бессонных ночей. И мне кажется, отличная и память осталась, и хороший контент, есть что посмотреть. И те, кто пишет, видосов мало. Я же вижу, сколько смотрят последние видео, и там смотрят 150-200 тысяч человек. И смотрю, сколько там на первых просмотров, по 40-50 тысяч. Я понимаю, что многие не смотрели эти видосы. Посмотрите старые, там очень много прикольного, очень много интересного. Очень много вот этих вот случаев, про которые Виталик меня спрашивает. Из этих случаев есть лаудсаунд, есть развлекательный контент лаудсаунд. Блин. Из этих случаев большая часть развлекательного контента лаудсаунды состояла из вот этих прикольчиков в магазинах. Сколько возле него снято обзоров, сколько к нему подъезжало людей, гостей, покупателей, друзей. То есть, ну это такое очень движниковое место, действительно. Если прям вот все случаи вспоминать, с ума сойти можно. Поэтому все зафиксировано на канале, обязательно посмотрите старенькие наши видосики. У них тоже очень много есть души. Оп, шарик. Вот и весь Новый год. Ну, воспоминаний, я думаю, достаточно. Сейчас мы поедем в магазин. Ну, мы не сейчас поедем, мы поедем завтра. А для вас пройдет всего одна секунда. Раз. Так, ну мы переместились в офис. Сейчас офисы тоже вам надо показать. Сейчас Виталик меня будет снимать. Входите! Вот. А там Денчик сидит, стоит, курит. А теперь там тоже наше помещение, кстати, будет. Наконец-таки мы выжили соседи. И теперь полностью все здание будет наше. Все, Виталик, вот сейчас оп, и на эту камеру переключайся. Так, ну офис вы уже видели. Миша М показывал, у него был обзор офиса лаудсаун. По-моему, там офис захватили с Анжелой Макаровой. Мы здесь тоже, я интервью давал, у нее на канале можете посмотреть. Сейчас давайте более подробно я покажу вам офис, так сказать, за кадром. С чего начнем, Виталик? С кухни? Почему ты сразу с кухни? С кухни. Ну, я не знаю даже, короче, сейчас мы просто пришли в конце рабочего дня. Ну, по-любому, ты сможешь вниз сейчас ее направить, в свою эту аппаратуру? Никто ни к чему не готовился, поэтому мы сейчас увидим офисную жизнь, такую, как она есть. Видите, кружки у нас брендовые, Пионер, Пионер. Сейчас в рекламе Пионер увлечет. И моя кружка, пацаны мне подогнали с Global Tuning. Это единственный способ, чтобы твою кружку в офисе не увели. Взять такую, которую точно никто ни с чем не перепутает. Потому что Пионер пьют все подряд, да, и ты потом ищешь свою кружку. Ну, тем более Loud Sound. Кофе. AMG. Холодильник. Не снимаю, я не знаю, еще можно там снимать или нет. Что тут, блин? Смотрите. Ты представляешь, какое первое впечатление у людей должно сложиться, если они в офисе это видят? Кстати, она открытая. Смотри. Видишь? Кстати, это водка. Денчик. Да. Ты знаешь, что у вас тут водка? А этот лимон можно есть? Можно есть. Лимон есть. Можно? Можно? Диспенсер с полотенцем. Я удивлен, что он работает до сих пор. Обычно. Ну, у нас здесь девушки появились, поэтому женскую руку много к чему они приложили. Например, зацените подставку под монитор. Денчик, тут звонит. Телефон, можешь ответить? Это рабочий телефон Nokia Banan. Собственно, мой кабинет, из которого меня выжили. У нас здесь стало мало места. Вот посмотрите, мы поставили. Начиналось здесь, стояло два или три стола, я уже не помню. Столами заставили. Здесь сидят менеджеры, операторы. Денис сидел, сейчас Денис занял вот директорское кресло. Денчик, а тебя можно снимать? Это пиздец микрофон, да? Что за звук будет? Сук! Здесь у нас комната для брифинга, оно такое открытое пространство. Там прогрессивный телевизор, чтобы вместо проектора его использовать. Проектор мне жаба задушила, покупать очень дорогой. Купили телек. Это один из первых диванов. А что там диван делает, Денчик? А можно по ящикам лазить? Попробуй задавку, у Тёмы по-любому будет съемок. А у Тёмы ящиков нет, прикинь? Он куда-то п***дет уму с ящиками. Ладно, не будем лазить по ящикам, там могут быть личные вещи. Вот на эту тему посмотрите. Надя 10, Аня 10. Это приседания. У нас в офисе... Это не я это правило завел. А кто это правило завел, Денчик? Короче, когда кто-то матерится, он приседает 10 раз. Это значит, Надя Сухорукова, прикинь, сколько я бы уже приседал. Я бы больше Давидыча уже присел, да, за все обзоры, Денчик? Короче, видимо, Надя Сухорукова сказала в какой-то момент... Это я предполагаю. И Аня сказала в этот момент... Не матерись, б***ь. Скорее всего, они встали и присели по 10 раз. Тут украшения. Давайте посмотрим теперь. Да это говно неповоротливое. Что? Я привык, просто понял, что вижу, то и снимаю. У меня, кстати, еще вот это сбоку видно, какое жирное это п***д. Я привык, понял, всегда вот так перед камерой шифровать живот. Я не буду худея казаться сбоку. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-дишь. Ну ты в этом в фотошопе еще добавь. Так, давайте кабинет посмотрим. Ревизию сделаем. Здесь я могу открывать, потому что это вроде бы как мои ящики, но я вроде бы как отсюда съехал, да? И вроде бы как еще все-таки право имею здесь полазить. Так, вот здесь у нас интересные моменты. Смотрите, давайте снизу вверх. Red Label, качеля. Вино из Абхазии. Чача из Абхазии. Это водка. Бузулук. Это Леша Кагаджанян привез. Это Шиховцов, да, передавал? Короче, тут у каждой бутылочки есть своя история. И не думайте, что я вот все, что мне там подарили, кто-то или привез, оно здесь стоит. И оно иногда отсюда забирается. Чисто для дегустационных целей. Здесь у нас что это? Фалоимитаторы? Это колонки, которые здесь сидит Леша, и он видит музыку вот так. Я не знаю, почему он это купил. Я не знаю, первое, про что я подумал, это бонг. А пацаны сразу сказали, что это похоже на х**. У кого что в голове, наверное. Здесь у нас это говорит нам о том, что Денчик вообще ни разу не играет в доту, да? Задрачиваешь, Денчик? Сколько часов наиграно в стиме у тебя в доту? Что-то... В доту еще? Ну, такой... Уже не нормальный человек, но еще не супер задрот. Супер задрот это тысячи три, да? У тебя тысячи три есть? Все, офис посмотрели. Давайте спустимся в ателье теперь, посмотрим, что находится справа от магазина, если смотреть с фасада. Там, напомню, задумывалось ателье для чистовых работ, для дорогих автомобилей. Ну, не только дорогих, но именно ОЕМ-инсталляции. Без полиэфирки, фанеры, сверления, отрезания, вот именно замена штатных блоков. Поэтому основной упор был сделан на качество, на имидж и обязательно на чистоту. Сейчас мы с вами ее и увидим. Ну, и вот, собственно, реальность. Крех жаловаться, это последствия роста продаж вот этим летом и в черную пятницу особенно. Это то, что у нас не поместилось на склад. Склад у нас за магазином, его мы вам показывать не будем из огромного количества соображений. Из-за свинячества там, наверное, в том числе. Вот, но здесь стоит показать, вот как, видишь, все задумывалось красиво. Сейчас у нас уже появилось помещение, мы будем освобождать ателье. Оно, надеюсь, начнет, наконец, работать. Ну, сейчас оно используется реально как склад. Ну, и вот рабочее место для фотографирования товаров на сайт. Расписываюсь я здесь на продукции. Кто не видел, поясни заинстал новый выпуск с Димой Бекреневым, он уже на канале. Если вы смотрите это видео, перейдите, посмотрите обязательно выпуск. Очень познавательный в плане автозвука, ну и, естественно, веселый. Мы мучаем Диму, Диму вон той колонкой. Где биты? Нам нужны биты. Вот. Вот здесь очень много интересного. В принципе, вот по складу можно лазить. Да да, что, Дима? Это как? Илон Маск плачет просто. Это же труба просто, да, ржавая? Воткнутая в пылесос, правильно? Да. А вот ему длины не хватало, что ли? Стенд, вы все его помните, наш КЗ-13 фирменный, ждет своего часа. Не хочу вот сейчас в таком состоянии тоже делать, ну и в этом помещении, и в таком состоянии стенда, нужен ему апгрейд уже, нужно нормальное питание, нужно нормальное сопротивление раскинуть, переключение сопротивлений. Надеюсь, в следующем году чуть разгребем здесь, и тесты усилителей опять начнем делать нашу фирменную рубрику «Битва усилителей». Он сейчас вон сейчас упадет, да? Кстати, ходить опасно, Виталик, очень аккуратно, со своей дорогостоящей техникой, здесь можно упасть. Это, кстати, из Казани, вывески. А вот это, ребята, угадайте, что? Это диски от 13. Какие легкие, можно два поднять. Одной рукой. Да, вот к этому, это ситуационно случилось, на самом деле, здесь этого не планировалось. Это наши старые витрины, их сюда поставили перед тем, как выбрасывать. Когда товара куча появилась, они как-то превратились уже в стеллажи. И вот это самоорганизовавшееся, ну как само, ребята тут не одну нервную клетку потеряли, не один день работы, чтобы это все сюда занести, и здесь это все перекладывать. И на самом деле очень большая работа проведена. Ну вот, надо признать, мы выросли из того склада, что у нас был, там, по-моему, метров сто он всего. Ну, для понимания, вначале у нас был просто сам магазин, где товар хранился за стеллажом. Потом забрали помещение рядом, сделали там склад. Это еще 20 метров, потом 100 метров за этим, ну, в общем, растет рынок, растут ваши потребности. Люди хотят ассортимент, и вот в какой-то момент, мне кажется, мы уже потеряли контроль над, как это сказать, категорийным менеджментом. Мы не можем сейчас правильно почистить ассортимент. То есть даже если мы какую-то вещь считаем неликвидной, там, или что ей не стоит заниматься, или она слабо продается, люди все равно ее спрашивают, и даже если им объясняют, что можно взять что-то лучшее, или дешевле, или, в принципе, аналогичное, вот очень часто люди говорят, нет, мне нужно это. Мы в магазине LoudSound, вообще в бизнесе LoudSound сейчас придерживаемся тоже такой политики, у нас можно купить все. Поэтому для меня сейчас очень вот серьезным упущением является, что в Пензе и в Саратове у нас там не полный ассортимент из-за разногласий нашего магазина и дилеров на местах, поэтому это еще один камень в огород франшизы, когда отношения портятся у дилера и у закупщика на месте. У покупателя не будет такого большого выбора, мне это придет в скором времени, и это уже даже не мое решение, это рынок этого требует, в любом случае мы начнем чистить ассортимент, ненужные позиции брендов некоторых убирать из продажи просто потому, что происходит перегруз. Сейчас у нас на Минклатуре 10 тысяч активных позиций, то есть спорить с тем, что это самый крупный магазин автозвука, интернет-магазин автозвука уже нет смысла, ну ни у кого такого ассортимента нет, но это связано с огромным количеством сложностей, в том числе и сложностей для менеджмента, потому что огромное количество контрагентов, огромное количество позиций, требующих отдельного внимания, например, там мы получаем, я не знаю, какую-нибудь железку, которая у нее, допустим, большой процент брака, это не эта железка, я взял для примера, сейчас Кикс тоже, да, обидится, и нужно решать вопросы там с поставщиком по именно этой железке, выводить ее из ассортимента, заводить замену там от поставщика, смотреть, что с ней, и времени, внимание уделить уже всем поставщикам не получается, однако все просят приобрести их продукцию, обзорчики, ну обзорчики уже перестали почти просить, ну вот, представляете, у нас 200 контрагентов, из них ключевых около 50, и вот в один день может позвонить, не знаю, там компания Эдж, сказать, Саша, давай снимем обзор, у нас новинки пришли, потом стек, потом Урал, ну и в общем, хотелось бы про всех обзоры снимать, но это в принципе уже невозможно, ну идемте, собственно, сам магазин посмотрим, вот это то самое культовое место, мы там уже были в начале обзора, но давайте более подробно, так, ну про лампочки мы уже рассказали, давайте посмотрим, как ребята работают, они, кстати, в данный момент работают, вы работаете сейчас, да? Они собирают для вас аудиосистему, вернее, они ее приносили, выбивают бумажки, мы будем еще снимать, мы будем, а вы уже можете посмотреть вот это видео на канале, собираем аудиосистему за 2020... За 2020... 20 тысяч... 200 почему? А, ну 2020, да? 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч, 3, 2, 2, 2, 2, 2... 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5... Видео уже на канале, сборка за 20 тысяч, нас давно просили бюджетную сборку, и, наверное, самый частый вопрос, сколько нужно денег, чтобы собрать аудиосистему? Ну, оно очень странное, знаете, как вопрос, сколько нужно денег, чтобы сделать ремонт в квартире? То есть аудиосистема, которая уже будет удовлетворять запросам качества, громкости, и при этом стоит недорого, мы собрали, и смотреть это видео у нас на канале, ссылка не будет в описании, просто на наш канал переходите. Одна из главных фишек магазина, двух главных, у нас два мака, и эта понтова, и его бы протереть. Да, их поставили сюда только для красоты. Это очень плохие компьютеры, я не устаю говорить об этом, но нет вот более красивого, более имиджевого, более классного собранного моноблока, в принципе, на рынке я их не видел, я искал, чем мак. Это вызвало огромное количество проблем, во-первых, эта хрень тормозит, ну, она не новая, надо прямо сказать, яблочники, как любят вообще говорить, почему эта техника говно, потому что прошло много лет уже, и она стала говном, потому что, чтобы она не становилась говном, вам постоянно нужно покупать что-то новое. Самая большая проблема – это онлайн-касса, чтобы работала, нужно ставить драйвера. Ну, кто не понимает, здесь стоит программа учета, когда мы продаем что-то покупателю, наша система выдает чек, и происходит выдача электронного чека, и это сразу утекает в налоговую. Вот теперь так, нет, не укройся от налогов, мы самые первые эту систему поставили, выбелились абсолютно кристально чисты перед налоговой, но на эту херь, вот на эту программу учета, вернее, на выдачу чеков нету драйверов, сука, на Mac. Поэтому у нас на Mac, что стоит? Какой? 8? 10? У нас здесь и 2 гигабайта оперативной памяти, надо вкинуть еще. Я стул хочу показать просто, у нас очень модная мебель. Я не знаю, в стиле «Звездных войн», наверное, какой-нибудь дизайнер называет это как-то по-другому. Вот, хорошая мебель, столешницы, натуральное дерево, Артем делал нам, очень большое ему спасибо. Если кому надо, контакты дам, это вот мебельщик. Артем, он делал нам абсолютно всю вот эту мебель на заказ, все полки, все силовые конструкции. Ну вот, кроме той тумбы, она у нас уже была под сабвуферы. Ну и стенд это делал другой парень, тоже, в принципе, контактами могу поделиться, шикарно делает стенды. Полностью по индивидуальному заказу он это все делал, абсолютно все пожелания учитывал. Ну и стенд тоже сейчас с ним ознакомимся. Продажи для второго продавца, то есть у нас их двое сейчас в магазине работает, потому что очень часто очередь скапливается. И об автозвуке так не принято прийти и сказать, дайте мне вот это. Надо задать очень много вопросов, потому что, ну, такое хобби и спорт, естественно, что очень мало познаний у покупателей, поэтому консультации здесь требуются как нигде в другом месте. И пока один продавец занят, второй может, в принципе, здесь смотреть наличие товара, цены, выписать даже чек, но касса у нас стоит только там. Здесь стенд, где представлены фирменные аксессуары, тоже все сделано на заказ. Здесь витрина, сразу же здесь запасник, где можно сам продукт взять. Здесь чехлы для разных моделей телефонов, флешки, ну, мелкая аксессуарик, а там лежит, сейчас тоже посмотрим. Также запасники, здесь рамки номерные хранятся разные. Есть вот с эквалайзером Loud Sound, а есть с вот такими динамичками. SMD, наш фирменный сабвуфер. Недавно хотели его купить, шли долгие переговоры, отдавать его не хочется. Такая культовая вещь. Двухмагнитный мотор, очень редкий сабвуфер. Ascendent Audio совместно со Стивом Мидом сделанный. Тумба с сабвуферами осталась старая, и она у нас тоже такой уже фирменный стиль. И в Питере, и в Казани, и в Пензе, и в Саратове. Вот у нас в едином стиле тумбы под сабвуферы. Фирменные аксессуары. И еще здесь у нас представлены, здесь их гораздо больше. Здесь пахучки, вонючки, шильдики, басики. И вот тренажка эксклюзивная. Еще эксклюзивнее, чем настоящая, потому что сделана эта ручная работа из глины. Хотел ее продавать, ну, для фанатов, вот, тренажки. Но получилась цена такая неадекватная. Я даже выложил опрос, типа, нормально ли будет, там, 7 или 7,5, не помню. В районе 7000 она получалась. Люди написали, что это вообще, что ли, за 7000 вообще настоящую машину можно купить. Нахер нужна из глины. Ну, вот, теперь в единственном экземпляре. Она мне обошлась что-то 26, по-моему, тысяч. Потому что саму форму надо было под нее изготовить. Ну, вот, отзывы были такие, так меня затроллили. Я не знаю, сильнее только клип Тимати с Гуфом, по-моему, троллили, нет? Здесь, понятное только дизайнерам пространство. Ну, тоже, чтобы видно зайти, посмотреть на эти же сабвуферы, которые видно оттуда. Или на эти же, которые видно оттуда. Но я как предположил, надо изготовить еще такой стеллажик тут маленький. Запирать здесь херовых сотрудников, да? И получается, как такая тюрьма, из которой она вообще не выберешься. Ну, хотя... Ну, и вот там аппендицит, который немножко неправильно распределили. Надо было сделать подсобку, потому что у вас нет, да, подсобки? Вы что, пи***ть будете на камеру? Это то, что вот в предыдущем магазине стояло. Подожди, подожди, китайский. Началось, да? Ну, а вот почему в магазине обзоры в последнее время не снимаем. Вот сейчас 7, и заходят еще люди. Вот сейчас прослушивается стенд. И вот если раньше мы с Тёмой могли там полдня сидеть, полдня снимать видео, пока никого нет. Сейчас клиенты даже вот ближе к закрытию постоянно заходят. И вот то музычку прослушивают, то просто здесь много людей. То я стесняюсь, да, перед другими записывать видео. Здесь у нас старое оборудование еще. Этот закуток было справедливо отдать под подсобку какую-то. Но сделали еще доп. витринное место. И в принципе оно ненужное, да, здесь, Андрюх? Ну да, то есть ее подсобку по мелочи так и превратили. Здесь единственное, что вот полезно, это стенд тоже сделан по заказу под проводку. Здесь отмерялка на складе, да, ее там используют? Здесь, а где? Да, автоотмерялка. А, авто, да. Вот метка, я еще. Да, стенд достаточно громкий. Послушать можно абсолютно любую акустику. Даже, которая нет в стенде, ее вам вкрутят. Если вдруг вы были в магазине и вам ее не вкрутили, свяжитесь с нами. У нас в принципе любой, любую акустику можно послушать. В этом одна из фишек loud sound. Я слышал про случаи в других городах особенно, когда действительно люди хотели, чтобы им вкрутили динамики, продавцу было там не вовремя. Договаривайтесь, значит, на прослушку на другой день, чтобы перед покупкой вы в любом случае могли динамики послушать, как звучат, сравнить с аналогами из этой же ценовой категории или из этой же соревновательной ниши. В этом углу у нас фирменная одежда. Раньше были только футболки. Сейчас добавились еще толстовки. И как это? Худди правильно называется, да? Я не разбираюсь. Вот это у тебя такое же, да, сейчас? Давай я покажу, какое у тебя или не надо? А? Нет, не надо? Да покажу давай так просто. Я не умею этой техникой, правда, пользоваться. Виталик не в loud sound. Я говорю, зачем вообще такое носить? Ну, лишние вопросы тоже от правоохранительных органов. Он говорит, она теплая. Кепки, бейсболки, футболки, гитара почему-то сюда переместилась. Даже есть перчатки стэг. Но их можно получить только при покупке стэга, да? Или просто попросить кого-нибудь, по-братски подарят. Не подарите? Вообще никому? А? А? Конечно, я же делаю инвентаризацию перчаток каждый день. Ну и по стенду буквально пару слов. В принципе, ничего в нем необычного нет, но сделан он под заказ. По нашему проекту. Давай внутрянку покажем. Ничего сложного. Тут, в принципе, любой... Любой человек, у которого есть паяльник и много ЛСД, может, в принципе, спаять то же самое. Я что-то задел сейчас рукой, походу. Может, что-то не работает. Магнитолу можно включить любую. Можно включить любой твиттер, среднечастотник, мидбас отдельно или вместе. То есть послушать, как будет работать двухполоска, трехполоска. И вот это вот круто на самом деле. Очень легко людям показывать. Очень часто спрашивают, стоит ли ставить три полосы. Можно здесь продемонстрировать, как будет звучать мидбас 16 плюс твиттер. Или мидбас 20 плюс твиттер. Или двадцатка плюс 16 плюс твиттер. То есть компоновать, как угодно. Также можно для демонстрации возможностей функциональных включить любую магнитолу. Но подключена здесь одна только. Так, ну что, всех с Новым годом. Надеюсь, обзор, история магазина вам понравилась. Обязательно пишите ваши комментарии, вопросы по магазину. Я очень много, скорее всего, не осветил. Столько всего. И не вспомнишь, что прошло за это время. Что ты говорил? То, что ты сказал, я забыл. По-другому просто скажи. Я забыл. Я понял тебя, но забыл. Что есть, что еще рассказать? Ну да, я что-то сказал. Ну в комментариях, типа, вопросы пишите, потому что я забыл. Короче. Все все знают, что спрашивать. Пишите, что вы хотите спросить. В комментариях я всем отвечу, кто адекватные вопросы пишет. С Новым годом всех еще раз. Видео наше, смотрите, подборка аудиосистемы 2020 года за 2020-2022 рубля. Мы ее только сейчас будем снимать, а вы ее уже можете посмотреть. Все, всем пока живите громко. Не, это адекватный вопрос. Вообще. Дарт Вейдер или Спайдер-мен больше всего интересно. Вот кто сильнее? Кто задумывался? Один может двигать, обладает телекинезом, да? Другой павдин, да. Ну другой, да, может. Другой павдин, да. Другой павдин, да. Другой павдин, да. Другой павдин, который просто липнет ко всему, да? Или там вот просто ебаный список такой супергероев там и умных. Если ты это хуйню снимаешь, что ли? Ты сто хуйни сейчас сказал, непонятно. Нашел ему. Я не помню, сколько он тогда купил. Четыре или шесть пар. Шесть ND410 фиолеток. Опять забыл. Опять? Потому что мы второй раз снимаем. Сейчас не теряется, да, автофокус, Виталик? Ты мне исходники скинешь? Я потом сам за кадром добавлю, что ты там наснимал. Так, ну что, обзор магазина, я надеюсь, вам понравился. Это даже не обзор, это... Наверное... Что это, наверное? Сука. Я очень надеюсь, история вам понравилась. Вы хорошо провели новогоднюю ночь. Мы, наверное, в новогоднюю ночь его выложим, да? Чтобы было что посмотреть на Новый год. И никто не будет смотреть. Все будут голубой огонек смотреть. Сука! А ты его сильно ударил сейчас? У тебя звук вообще пишется? А теперь лот 1798. Осталось всего четыре штуки. Он сейчас упадет, да? Тут просто ходить, видишь, нельзя без это... Безопасности, травмы. Да сидите там за ним, делайте умное лицо, чтобы что-то там решаете вопросы там. А вот пыль вытирать бы! ***! Под перчатками-то пыль! Не вырезай это. Вот с пылью беда. Это Ростов, во-первых. Во-вторых, до Ваттера. Первая линия по факту. И пылища тут страшная. Ее протирать надо... Что? Сегодня утром, что нам влали. Иди посмотри под перчатками. Как вот... Видно, потому что под перчатками, поэтому и п***ли, да? Чётко. Знаешь, на аудиосистеме подстучал? Там дзинь-дзинь-дзинь, да т***я выпадает. СМЕХ СМЕХ СМЕХ